Громкомфора для прекращения лактации, оправдан ли прием? Как альтернативу лекарственному средству рассмотрим мягкое отлучение от груди. Громкомфора для прекращения лактации применяется давно, но оказывает ли она должный эффект? А также разберемся, как влияет препарат на организм матери и ребенка. Остановить выработку молока можно естественным путем или с помощью медикаментов. Рано или поздно перед вами встанет вопрос об окончании грудного вскармливания. Чтобы безболезненно пройти этот сложный этап, важно знать некоторые общие правила. Что такое бромкомфора? Бромкомфора – синтетический лекарственный препарат на основе вещества комфора бромистая. Медикамент обладает седативным действием, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Выпускается в таблетках по 250 мг. Назначается при следующих состояниях – повышенная нервная возбудимость, неврастения, нарушение сна, кардиология. Тахикардия – лоббильность артериального давления. В инструкции бромкомфора нет ни единого слова о том, что препарат может использоваться для прекращения лактации. Как любое лекарство, препарат имеет противопоказания и побочные реакции. Сильное угнетение нервной системы способствует тому, что во время приема бромкомфора нельзя управлять транспортным средством и участвовать в видах деятельности, которые требуют быстроты психических реакций. А если мы взглянем на жизнь мамы с маленьким ребенком, то это 24-часовая концентрация внимания на ребенке. Важно! При приеме успокаивающих средств нельзя практиковать совместный сон с ребенком, как применять. Конкретно для прекращения лактации в инструкции нет никаких указаний. При назначении врача для лечения тех состояний, которые перечислены в инструкции, бромкомфору принимают по 1-2 таблетки 2-3 раза в сутки после еды. Общий курс рассчитан на 10-15 дней. Максимальная суточная норма не должна превышать 1,5 грамма – 6 таблеток. Официальная инструкция рекомендует начинать прием с минимальной дозы – 1 таблетка 2 раза в день. Почему применяют при лактации? Все, кто хоть немного имеют представление о процессах выработки молока в груди, никогда не порекомендуют медицинские препараты для прекращения этого процесса. Единственный случай, когда применение сильных медикаментов бывает оправдано – это гибель ребенка после родов, когда лактация уже запустилась. Да и в этой ситуации вполне возможно свернуть выработку молока более безопасными способами. Важно! Если же ребенку год и больше и вы задумываетесь о прекращении грудного вскармливания, то наилучшим способом будет постепенное сокращение кормлений. Влияние на организм мамы для написания статьи поискало отзывы мам, которые решались и применяли бромкомфору для прекращения лактации. Они отмечают следующие негативные проявления – боль в желудке, тошнота, рвота, аллергия, тримор конечностей, заторможанность, судороги, сонливость. Не очень-то хочется со всем этим столкнуться, еще и применяя препарат, который не предназначен для сокращения лактации. Как реагирует грудь на резкое отлучение? Иногда возникают экстренные ситуации, когда нужно резко отлучить малыша от груди. Даже если необходимость образовалась по объективным причинам, вред от нее не станет меньше. Для груди опасность представляет развитие, боли от приливов молока, лактостаза, подробнее о лактостазе у кормящей матери. ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ подмигивающее лицо, мастита. К тому же вы будете испытывать эмоциональный дискомфорт от изменения уровня гормонов. Важно! Резкое прекращение лактации не физиологично для груди и организма женщины в целом. Чтобы уменьшить риск развития осложнений, соблюдайте общие рекомендации, ограничьте употребление жидкости, особенно горячей. Носите плотный бюстгальтер из натуральной ткани, но не утягивающий, сцеживайте молоко до состояния облегчения, читайте полезную. Статью «Как сцеживать грудное молоко руками ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ подмигивающее лицо» Делайте легкий массаж груди, прикладывайте холодные компрессы. Как реагирует ребенок на резкое отлучение? Для малыша мамина грудь представляет не только источник питания, но и залог нормального психического развития. Резкое отлучение всегда оказывает вред для физического и эмоционального здоровья крохи, в каком бы возрасте оно ни происходило. В зависимости от индивидуальных особенностей реакция ребенка может быть от спокойной до агрессивной. Результатом резкого отлучения может стать – беспокойный сон, проблема с укладыванием днем и ночью, сосание пальцев. Губ, игрушек, истерики на пустом месте, повышенная тревожность, капризы. Все негативные проявления после резкого отлучения говорят, что ребенок не готов к жизни без маминой груди и вам по возможности следует отложить процесс на некоторое время. Последствия могут носить отдаленный характер. Полученный стресс в раннем возрасте способен отразиться в дальнейшем неврозами, различными зависимостями, комплексами. Альтернатива – мягкое отлучение. Мягкое отлучение – процесс постепенный, который начинается задолго до предполагаемой даты окончания ГВ, характеризуется подготовительными мероприятиями с периода первых прикладываний. В зависимости от типа нервной системы ребенка мягкое отлучение может занять от двух недель до трех-шести месяцев. Ориентиром здесь является поведение малыша. Особенность заключается в том, что для мамы и ребенка процесс идет медленно, безболезненно, комфортно. Мягкое отлучение характеризуется следующими основными этапами подготовительной. С первых кормлений вы обучаете ребенка правильно обращаться с грудью, не кусать, не тянуть, не снимать одежду. После года учите ждать, когда мама будет готова покормить. Обозначьте время и место кормлений. Убираем хаотичные прикладывания днем. Результатом станет сокращение кормлений до одного-двух. Этап может длиться от двух недель до нескольких месяцев. Исключаем прикладывание сразу после пробуждения. Убираем кормление на засыпание. Устраняем ночные сосания. Начиная с трех этапа, последовательность действий может быть другой. Все зависит от ребенка. Вам нужно набраться терпения и пробовать разные способы. Подробнее о разных вариантах сокращения кормлений, а также воспитательных моментах, облегчающих процесс отлучения, смотрите в интернет. В курсе «Как прекратить кормить грудью без истерик и слез и GT, и GT, и GT», как видите, в любой ситуации можно и нужно прекращать лактацию плавно. Принимайте взвешенные решения. Как восстановить грудь после кормления. Как перетянуть грудное молоко. Можно ли забеременеть при грудном вскармливании.